Мы читаем с вами песню 4, главу 9, Шимат Бхагавитам, текст 15, правильно? ТВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА АТМА КУТАСТХА АДИ ПУРУШАХА ПАГАВАН ТРИАДИСАХА ЯД БУДХИ АВАСВИТИМ АКАНДИТАЯ СВАДРИСТЬЯ ДРАСТА СВИТАО АДИМАКА ТВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА АТМА ТВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА АТМА ТВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА РАТМА ТВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА РАТМА КУТАСТХА АДИ ПУРУШАХАП ТВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА 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 ДГМ ВАМ НИТЬЯ МУКТА ПАРИШУДХА ВИБУДХА ВИБУДХА АТМА Кутаста-адипурушо-бхагавам-стрядиша Я буддья-васхитиматхандитая свадрища Я буддья-васхитиматхандитая свадрища Я буддья-васхитиматхандитая свадрища Драждаси-тавадима-ковьятидикта-асе Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Пословный перевод. Твам-ты. Нитья, вечно. Мукта, освобожденный. Паришудха, неоскверненный. Вибудха, исполненные знания. Атма, сверхдушам. Кутастха, неизменный. Адди, изначальная. Парушаха, личность. Пагаван, Господь. Исполненные шести достояний. Триадиша, властелин трех гун. Яд, откуда? Буддхи, интеллектуальной деятельности. А восхитим. А восхитим все этапы. Акандитая, неделимым. Свадришча, трансцендентным видением. Драшта, ты свидетель. Сцитаум. Для поддержания Вселенной. Наслаждающийся плодами всех жертвоприношений. Ятириктага, отличаясь. Асе, находишься. Перевод. О мой Господь, не одна наша мысль, не может укрыться от твоего неделимого, трансцендентного взора. Ты вечно свободен. Вечно пребываешь в чистой благости. И неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты изначальная личность Бога. Вечный повелитель трех гун материальной природы. И обладатель шести достояний. Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну, ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений. И поддерживаешь существование всей Вселенной. Вместе с тем, оставаясь в стороне от нее. Комментарий о чьих Бхактивинанте с вами Шрила Прабхупана. Атеисты, нежелающие признать верховную власть личности Бога, иногда говорят, если Бог, верховная личность, появляется и исчезает, засыпает и вновь просыпается, то чем он отличается от остальных живых существ? Друва Магараджа в этом стихе проводит четкую грань между верховной личностью Бога и обычными живыми существами. Он отмечает следующее различие между ними. Господь всегда свободен. Даже когда он приходит в материальный мир, он не подвергается влиянию трех гун материальной природы. По этой причине его называют Трядхиша, что значит пластилин трех гун. В Бхагавадгите сказано «Дабихеша гунамайи мгалумая дуратия». Все живые существа находятся под влиянием трех гун материальной природы. Внешняя энергия Господа очень могущественна. Но на самого Господа, повелителя трех гун природы, эти гуны не могут повлиять ни прямо, ни косвенно. Поэтому, как сказано выше Панишат, он всегда остается неоскверненным. Скверно материального мира не может коснуться Верховного Господа, поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, что только глупцы и негодяи считают его обычным человеком, не ведая у его Парамбхавам. Слова Парамбхавам означают, что он всегда остается трансцендентным. Материальная скверна не может коснуться его. Другое отличие Господа от обыкновенного живого существа состоит в том, что живое существо постоянно пребывает во тьме невежества. Даже те, кто находится под влиянием гунной благости, не знают очень многого. Этого никак не скажешь о Верховном Господе. Ему известно прошлое, настоящее и будущее, а также все, что происходит в сердце каждого живого существа. Бхагавадгита подтверждает это. Бхагавадгита веедагам саматитани. Господь не является духовной частицей. Он неизменная высшая душа. А живые существа – его неотъемлемые частицы. Живые существа, приходя в материальный мир, понуждаемы Дайвимайей в то время, как Господь появляется в этом мире посредством своей внутренней энергии – Атмамайи. Кроме того, живое существо пребывает во время дни, которое делится на прошлое, настоящее и будущее. Жизнь обусловленного живого существа начинается с рождения и оканчивается смертью. Господь же является Адипурушей, изначальной личностью. Брама Самхити, Господь Брамма, выражает свое почтение Адипуруши, Гавинде, предвечному Господу, не имеющему начала, противоставляя ему материальному миру, который некогда был сотворен. Веданта гласит, «Джанмадии асяят, ага!» Все сущее порождено Всевышним, но Сам Он никогда не рождается. Он обладает всеми шестью достояниями, так что ни одно живое существо не может сравниться с Ним. Он владыка материальной природы и ни при каких обстоятельствах в Его неделимый ум не может закраться сомнение. Поддерживая все творение, Он вместе с тем держится в стороне от Него. В Ведах Катфу Панишат сказано, «Нитя, нитя нам, чита на, чита на нам». Господь является кормильцем всех живых существ, а живые существа созданы, чтобы служить Ему, совершая жертвоприношения, ибо только Он вправе наслаждаться плодами жертвоприношений. Поэтому каждый должен заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему свою жизнь, свои богатства, свой ум и свою речь. Такое служение соответствует изначально природе живого существа. Сон Верховного Господа, возлежащего на водах причинного океана, не имеет ничего общего со сном обыкновенного живого существа. Живое существо ни на одной из стадий бытия не равно Верховной Личности. Философы Майавади, будучи не в силах смириться с этим, становятся на позиции имперсонализма или философии пустоты. Конец комментариев. Еще раз стих. О, мой Господь! Ни одна наша мысль не может укрыться от твоего неделимого трансцендентного взора. Ты вечно свободен, вечно пребываешь в чистой благости и неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты изначальная Личность Бога, вечный повелитель трюгун материальной природы и обладатель шести достояний. Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей Вселенной, вместе с тем оставаясь в стороне от нее. Умма-гьян-ти-миранга-сягьян-ан-дана-шалакая чакшурун-миритам яй-на-тасмай-шри-гуравей-намаха. Шри Чайтанья-ману-биштам-стапитам-йе-набутани сваям-рупа-кадамаям-дадачи-свапа-дантикам очень замечательные стихи – это молитва Друвым Ахараджам. Есть следующие категории, которые нам нужно понять и узнать, и разобраться в них для того, чтобы как-то действовать в этом мире. Есть и вопросы, на которые нам нужно ответить. Мы уже как-то обсуждали. Ученые проводили эксперимент. Этот эксперимент продолжается. Эксперимент над группой приматов. Это обезьяны, человекоподобные существа. И ученых есть надежда. Надежда на что? То, что в какой-то момент из обезьяны проявится человек. И у них что-то получается. Ихняя надежда состоит в том, что они хотят научить обезьян общаться. Чтобы обезьяны имели какой-то системный язык общения. И им это удается. Обезьяны поддаются обучению. И между ними появляется диалог на общем языке, в котором их обучаются. Этот эксперимент длится уже несколько десятков лет. Спасибо. Идет все более-менее хорошо. Но они стопорятся на одном моменте. Один момент, который обезьяны не могут никак проявить. Один момент. И что бы ученые не делали, как бы они не пытались обучить этому моменту обезьян, ничего не получается. Это момент общения. Как вы думаете, какой интересный момент общения, который обезьяны не могут проявить? Естественно, спонтанно. Вот они проявляют элементы общения. Они уже подают знаки определенного рода, выражающие определенный посыл, действия и так далее. Слушать. Они слушают. Они общаются. Это означает, они слышат послание. Но чего-то не хватает. Один маленький элемент, который разделяет обезьяну от человека. Они отдают. Они слушаются. Выконуют. Все выполняют. Дуже видно, но выполняют. И видно на слушательном. На днях прочитал такую фразу. Смотрите в небо, это бесплатно. Смотрите в небо, это бесплатно. Когда человек смотрит в небо, что рождается у него? Поднимите руки, кто смотрит в небо. Что у вас рождается, когда вы смотрите в небо? Мысли. Мысли. Что еще рождается? Восторг. 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 Красота. Что еще? У кого возникают вопросы, когда он смотрит в небо? В течение более 30 лет ни одна обезьяна не задала ни одного вопроса. Вы понимаете, какая уникальная способность человека, роль человека? А для чего вы проводите этот эксперимент? Уже же разумеется, что не задает это. Для чего вы будете через 40 лет все так и задать? Да. Это есть такое выражение. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Может быть, у них такая философия. Итак, о чем это нам говорит? Смотрите, все веды, они подчеркают этот элемент, что все живые существа едят, спят, совокупляются, обороняются. И мы, в общем-то, делаем то же самое. И это не зазорно, это нормально. Все живые существа так живут. Но что отличает человека? То есть, есть живые существа, которые намного сильнее человека. Очень сильные. Та же горилла очень сильная, слон очень сильный. Много живых существ, которые превосходят человека. Есть живые существа, которые быстрее бегают. Какие бы Олимпиады не устраивали, но гепард бежит быстрее, нет человека, который обогнал. Кто-то летает лучше, люди пытаются летать. Кто-то под водой плавает лучше, люди на воде плавают лучше, люди пытаются плавать. То есть, во всех сферах жизни есть живые существа, которые превосходят человека. В чем особенность нашей формы жизни? Вы знаете, вот есть уникальность. Вот та уникальность, которая дана, которую мы почему-то пропускаем мимо ушей. Вот именно уникальность человека. Есть две ноги, есть две руки, есть голова, есть глаза, есть нос, рот, уши. Есть много живых существ, похожих на человека. Но в чем уникальность человека? Задавать вопрос. Это его уникальность. Почему такая важность в этих вопросах? В чем такая важность? Ну, задать вопрос, ну, как пройти там до рынка, ну. Мы все задаем эти вопросы. В чем уникальность этой способности? Посмотрите, что теряют остальные живые существа и в чем преимущество человека задавать вопросы? Зачем задавать вопросы? Ведь и так все понятно. Мы не можем двигаться, не задавая вопросов. Вопрос – это как инструмент продвижения. Если мы не задаем вопросы, мы просто существуем. Мы просто существуем. Говорится, кузнечные мехи тоже дышат. Деревья тоже стоят тысячи лет. Мы не двигаемся, мы просто существуем. Рождение, рост, существование, обочные продукты, увядание, старость болезни. Рождение, рост, существование, обочные продукты, старость болезни. Мы просто существуем. Это вечный процесс существования. Мы все находимся во времени и пространстве. Мы не знаем, мы не осознаем, что мы движимы просто материи. Вот она летит, и мы летим просто с ней в пространстве. Представьте, наша Земля летит в пространстве просто. Вот представьте, вы едете в скоростной электричке, просто едете, вы летите в ней. Вы сидите в ней, смотрите в окошко, но реально вы летите с огромной скоростью. И вот мы находимся в этом теле, это как скафандры. Эта Земля вместе с этим телом летит сейчас в пространстве с огромной скоростью. Мы просто не наблюдаем это. Мы увлечены тем, что проходит в нашем купе, мы смотрим там, мы общаемся. Но мы реально летим, просто мы летим. А куда мы летим? Мы не задаем этого вопроса. Почему? Потому что нас все устраивает. Мы просто живем. Мы просто живем. Но мы не осознаем, что мы живем в купе, что этот поезд у него есть назначение. Он куда-то летит, он куда-то едет. Есть начало, есть конец. Есть станции, где нам скажут, дорогой, у вас эта станция. Как? Я вот, у меня общение, извините, мы вот сейчас у нас стол накрыт. Я не могу выходить. Простите, ваша станция. Иначе мы вызовем полицию. Надо выходить. И вас выпирают в открытое пространство. Вас ножкой попу толкнули, и все, открылся дверь, и вы полетели в открытое пространство. Кто знает, куда он летит вообще? До тех пор, пока мы не задаем вопросы, кто мы, что мы, куда мы летим вообще. Это называется авиде невежество, Павел Павел говорит. Это отличие живого существа. Кришна всегда находится в знании. Мы рождены в авиде. И не только авиде, очень много покрытий. Простите, авиде это только, это самое начало. Сверху асмита, ложное эго, рага. Столько привязанностей возникают в этом купе. Двешей, мы даже успеваем поссориться, поненавидеть друг друга. Абинвешей, мы успеваем столько страхов получить, испугаться, сидеть в углу, зажавшись. Не понимая, что этот поезд летит, и рельсы где-то оканчиваются. Вы представляете? Вот где-то рельсы оканчиваются, и поезд летит со скоростью света. А мы просто мило сидим и жуем морковку. И не задаем себе вопрос. Вообще, кто я, где мы, куда мы летим, что происходит вообще? Нас просто устраивает. Прохладный ветерок, кондиционер. Устраивает напитки, которые разносит стюардесса. Музыка мягко играет. Мягкий диванчик. Постукивание колес. Она все устраивает. Может быть, не устраивает купе. Пожалуйста, поменяйте мне купе. Я хочу вот такое купе. Вот это все, на что нас хватает. Мы меняем декор. А давайте переклеим обои в этом купе. Нам не очень нравится зеленый цвет. Нам нравится желтый, благостный. Будем в благости ехать. А почему у нас собрали в этом купе? Почему мы вообще сидим в этом купе? Кто куда едет? Вы куда едете? А вы куда едете? А этот поезд едет в Улан-Удэ. В Улан-Удэ. Вы понимаете, что он в Улан-Удэ едет? А вы кто такой? Масса вопросов, которые нам нужно найти ответ. Масса вопросов. И первый самый важный вопрос. Это кто я? Люди уже начинают двигаться, знаете. Чем мне заняться? Как мне найти себя? Как мне реализовать себя? Почему я такой неудовлетворенный? Может быть, мне на Луну слетать? Полегчает. Может прыгнуть с высоты птичьего полета. Удивительно. Люди так проводят время. Не, ну это действительно завораживает дух. Там где-то со стратосферы человек прыгнул. Просто со стратосферы. Шар, воздушный шар набрали. Не, не шар. А, да, шар. И там такой скафандр, да. И со стратосферы человек прыгнул. Вообще уже земля такая синенькая. Он уже в космосе практически. И он в скафандре просто прыгнул. И летел там, я не помню, 7 минут, да. Какое-то время летел. Просто летел. А потом просто приземлился. Да. А другой человек просто вот с самолета прыгнул без парашюта. Вы представляете, что такое без парашюта прыгнуть? С высоты там нескольких километров. Просто прыгнул без парашюта. И вот представьте, они летят в сопровождении там, 3 человека вокруг него с парашютами. Он без парашюта просто летит. Куда-то. Не, ну мы понимаем, что летит к Земле. Тут закон гравитации еще никто не отменял. Ну, не знаю, на что он надеется. И самое интересное, когда он уже подлетает к Земле. Почему? Потому что у них уже парашюты раскрылись. И они уже себе спокойно летят. Я так предполагал, думал, ну, может быть, они как-то там за руки возьмутся, вместе приземляться. Нет. Эти отключились, они уже на парашютах. Он продолжает сам лететь. Вот так. Головой вниз. Ну, хорошо, что он в скафандре, где-то в каске был. Я думаю, что будет дальше. И там сотни зрителей стоят. Что они ожидают вообще увидеть? И оказывается, ситуация была в том, то есть был круг, цель, куда он должен был попасть. Куда он должен был головой попасть. И там несколько десятков метров натянули сетку. И он в сетку упал. Очень рискованно ты, как это, представьте, с какой высоты, там, пять метров туда, пять метров туда, и ты уже мимо. И там уже все, никто тебе, там, надо будет всем лопаточку брать и отшкребать от земли. Люди проводят время так. Это очень завораживающе. Очень завораживающе. Ну, а почему человек этим занимается? Почему? Почему он этим занимается? Потому что он не задает себе вопрос, самый главный, кто я? Почему вы здесь? Почему вы пришли на программу? Почему? А почему мы хотим пообщаться с Божествами? Какая природа? Чья природа? Духовная, душа, крепкая. Да. Духовная вообще. Да. Мы находим ответ на самый важный вопрос, кто я. Когда понятно, кто я, мы понимаем, куда мне идти и что мне делать. И Евведы описывают, что в данный момент мы заключены. Мы заключены в гунах материальной природы. Мы заключены в материальную энергию. Это своего рода заключение. И выбраться отсюда не так-то просто. Почему? Почему не так-то просто? Почему не так-то просто выбраться? Говорится, это тюрьма без дверей, без окон. Ну, вернее, окна есть, но нет решеток. Почему не так-то просто выбраться? Не хочет. Просто что-то нас здесь привлекает. Мы еще во что-то верим. Что, может быть, еще станцию одну проедем. Представляете, такая тюрьма на колесах. Нас катают по всему миру. Показывают цирк разным. Мы надеемся, что, может быть, вот еще одну станцию, что-то интересное будет. В одном государстве была тюрьма. И там было такое правило. За серьезный проступок человека казнили. Но всегда у них было, знаете, вот такое понимание на провидение, что вдруг... То есть, человеку до самого последнего момента давали шанс. И перед самой казнью, он была такая емкость закрытая. Он тянул. Там было две бумажечки. На одной казнить, на второй помиловать. Всегда было, у каждого. У него даже, самое последнее, даже сегодня казнь, перед казнью он тянет бумажечку помиловать. И его отпускают. Всегда. У каждого из нас есть всегда выбор. Всегда. Даже когда говорят, что у тебя там тяжелое рождение, у тебя там все уже ужасно. Но, представьте, человек уже приговорен к смертной казни. И был случай. У этого человека были враги. Нехорошие люди. И они так устроились, что его посадили в эту тюрьму. Так устроили. И ему было предъявлено серьезное обвинение. В конце концов, его приговорили к казни. Это доброжелатели устроили. Бывает такое в жизни? Бывает. И мана того, зная, что у него будет выбор, Эти люди за день до этого подменили одну бумажечку. Там было две бумажечки казнить. Представляете? У этого человека есть выбор? Как вы думаете? Кто думает, что нет выбора? А как вы думаете, у кого есть выбор? Выжить. Этот человек выжил. Попытайтесь загадаться, как. Его предупредили. У него были также доброжелатели. Что там бумажечка подложена. Он узнал об этом. Ему сказали, ты должен всем рассказать. Ты должен опубликовать это. Ты должен рассказать всем, что произошло. Пусть судья этот будет приговор осуществлять. Они должны увидеть, что это обман. Надо справедливость восстановить. И человек сказал, нет. Он сказал, нет. Мы оставим все, как оно есть. Очень оснащит сюжетная ситуация. Выбор всегда есть. Знаете, говорится, что сильный человек – это не тот, кто проходит сквозь стены, а тот, кто находит выход. И веды, они учат нас находить выход из самой сложной ситуации. Мы пока не осознаем до конца, в какой сложной ситуации мы оказались. Мы пока пытаемся обустроить это купе. Люстру поменять. Столик украсить. И так далее. Но мы до конца не осознаем, что этот поезд в никуда. И рельсы где-то оканчиваются. Представляете, просто вот они оканчиваются, и дальше обрыв. И поезд летит со скоростью света. Но мы просто мило сидим в этом поезде. Мы не ощущаем этого движения. Представьте, вот самолет. Кто летал на самолете? В какой-то момент мы уже не ощущаем движения. Мы просто ходим по самолету. Если бы не иллюминаторы, вот так закрыть все. Ну просто себе живешь там и все. Мы не ощущаем этого движения. И вот сейчас мы летим на этой планете Земля. Куда мы летим? Кто куда летит? И вот настал этот день. Он вышел. Ему дали эту коробочку. И он достал оттуда бумагу. Смотрите, последняя секунда. Как он выжил, скажите? Девяю бумажечку достал. Ты прочитал. Может, как Махаража Пликшин? Примерно выгодите. Как? Как Махаража Пликшин? Он не понял, что это было. Не вытаскивает бумажечку. Может, договорился? Все было честно. Все законно. Смотрите. Он берет бумажечку. Ложит в рот и съедает. Браво. Все говорят. Как ты съел бумагу? Какую бумажку ты вытянул? Для того, чтобы понять, какую бумагу я вытянул, вы должны посмотреть, какая бумага осталась. И они достают казнить. Это означает что? Что он вытянул бумагу помиловать. Отпускаем. Этому учит нас правопад. Понимаете? Правопад учит нас не пробивать стены головой. Он дает нам знание. О том, как выйти из этого мира. И как выйти из этого мира. Как освободиться от влияния треугун материальной природы. Мы не можем сражаться. Это система. Понимаете? Система невозможной сражаться. Система треугун материальной природы. Как выйти? Да, вихе шагуны мои. Мама моя дуратья. Мама и моя пропаденте моя моя дуратья. Что значит пропаденте? Да. Кто-то вручает себе мне. С легкостью выходит из-под ее влияния. Вот означает разум. Что нам нужно вручить себя Кришне. И вручить себя духовному учителю, который для нас проявлен. Как Кришна. Как Кришна. Я себя Прасаде. Бхагават Прасад. Я себя Прасаду. Набыти. Милость Кришны проявляется в том, что мы встречаем духовного учителя. Прасаду. Магат целым дворам Агур Вимукты. Когда мы служим стопам Магат, великих душ. Это путь к освобождению. Дворам Агур Вимукты. Путь к освобождению. Такой вывод из сегодняшнего стиха, описывающий положение Господа, который трансцендентен к материи всегда. И положение души, которое всегда находится в невежестве. Нам может казаться, что мы просветленные. Мы можем какую-то информацию новую получить. Больше информации, больше информации, больше информации. Но до тех пор, пока я не задаю вопрос, кто я, где я и что мне делать, то вся эта информация, это красивый натураж. Этой скоростной электрички, которая летит. Рождение, рост, существование, увядание, старость и... Нет. Потом заново. Это бесконечное кино. Но у нас есть волшебный билет. По этому поезду прошелся Шила Прабхупат. Раздал книги всем. Он рассказал о том, как можно выйти из этого поезда. Как вытянуть этот волшебный билет. Вот он, этот волшебный билет. Билет о помиловании. О том, как освободиться. Но мы пока еще в этом поезде, мы пока едем. Поэтому нам нужно продолжать двигаться в сторону выхода. Пока мы еще... И сегодня хороший день для того, чтобы это сделать. Говорится, что нужно... Ченаке Пандит говорит, что нужно жить так. И накапливать знания так, как будто мы будем жить вечно. Потому что знания очень нужны. И нужно совершать духовную практику так, как будто сегодня последний день. Как можно более сосредоточенно, посвящая свои действия Господу. Спасибо большое. На этом мы остановимся. Если какие-то вопросы, мы можем после обсудить. Сегодня воскресная программа и кадыши. И сегодня у нас начинается джулан ядра. Сегодня в 11 часов будут катать Божеств Раду Шимасундару на качелях. Продолжение следует...